Здравствуйте, друзья! Все начинающие художники сталкиваются с такой проблемой, как тонкие линии. Как провести тонкую линию, чтобы она получилась ровной, красивой, без каких-то там зацепов и получилось везде одинаковой толщины. В своих видео я использую две кисти для проведения тонких линий и сейчас покажу, как научиться правильно и красиво проводить эти линии. Проведем с вами такое небольшое упражнение. Первая кисточка, которая очень часто идет в моих работах в использовании, это вот такая вот единичка. Можно единичку, нулевочку использовать. Колонок. У меня колонок, можно найти синтетику, чтобы был обязательно тоненький кончик. Вот я сейчас даже покажу вам сравнение. У меня есть синтетика, нулевка. Вот, посмотрите, у него борст длиннее. Но если мы ее смочим, у нас кончик недостаточно такой остренький. Когда вы будете покупать кисточки, обязательно попробуйте в магазине даже попросить смочить водичку, смочить кисточку и проверить сам кончик, ворс кисточки. И вот, смотрите, колоночек мой. Колоночек он сразу, видите, преобразовался в тоненькую, в тоненькую, в тоненькую, в тоненький кончик, в тоненькую форму. Еще я использую, кисть очень важна. Еще я использую в своих работах линер. У меня это синтетика единичка, то есть кисточки с очень длинным ворсом. Такие кисточки очень хорошо использовать, когда пишут воду, когда пишут деревья. И когда, возможно, еще показывать, какие дополнительные эффекты в разных сюжетах картины. Для того, чтобы написать нам тонкую линию, краска должна быть разведена очень жидко. Вот сейчас я выложила в палитру красочку. И ее нужно развести пожиже. То есть мы добавляем сюда много воды, чтобы краска у нас была разведена очень жидко. Ну, вот так примерно. И давайте посмотрим, как работать кисти. Смотрите, на кисть мы берем небольшое количество краски. Когда мы начинаем вести линию, кисточка у нас всегда должна идти под углом примерно до 40 градусов. Если мы поставим вот так кисточку, у нас уже линия будет не совсем ровная. То есть рука дрожащая и линия будет не такая, которую мы хотим получить. Дальше еще один элемент, когда вот мы, например, набрали на кисть краску, можно немножко ее лишнюю краску, лишнюю влаку убрать от ряпочку. И кисть мы ведем всегда древком вперед. Не ворсом, а именно древком кисти вперед. Неважно, в каких направлениях мы будем вести. Вот у нас угол примерно до 40 градусов. Линия у нас вперед идет на нас, в сторону, прямо, вверх. Вот эта часть кисточки, она всегда идет вперед ворса. Смотрите, для того, чтобы линия у нас не дрожала, мы пальчиками фиксируем ближе к ворсу. Линию проводим ближе к ворсу. Пальчики наши. Если же мы возьмем выше кисточку, то рука уже начинает дрожать. Видите? И линия проводится уже не так аккуратно. Для того, чтобы еще провести правильно и красиво линию, иногда подставляют руку. Руку фиксируют и проводят линию. Смотрите, вот здесь вот у меня уже получилось мало краски. Такого эффекта не должно быть. Тогда уже получается рваная линия. Поэтому всегда контролируйте краску на вашей кисти. То есть мы вот так вот набрали кисточку, промокнули ее отряпочку и ведем ближе, держа пальчики ближе к ворсу. Часто такой прием используют для освещенности гор. Ну, не обязательно вообще освещенные части какие-то. можно показать с помощью тонких линий и с помощью жидкой гуаши. Вот смотрите, давайте я сейчас на примере гор посмотрим. Гор мы не будем сильно прописывать. Мы покажем вот слегка такой вот, ну, чуть-чуть разведенный гуашью до состояния жидкой сметанки. И наметим какую-то линию гор. Пусть вот такие вот горы у нас будут. Так, сейчас кисточку возьму побольше, чтобы побыстрее закрасить. Итак, первое у нас идет основной цвет, да, если мы не пишем живописную особо картину. Вот мы с вами покрыли пятно. Вспоминайте, как мы покрывали нашу пантеру. Использовали разные сложные оттенки. Здесь тоже можно было использовать для живописности охру. Но моя задача сейчас вам показать тонкие линии и их возможности. Итак, основное пятно. Затем мы показываем цвет. Давайте вот покажем в некоторых местах фактуру такую светлую, более освещенную. Гор покажем. Где-то вот знаем, что у нас источник света, например, идет с этой стороны. И мы покажем светлые участки. Давайте вот так, немного, да, более высветли. Вытрем всю нашу красочку, то есть вот так вот. И теперь с помощью тонкой кисточки нам, конечно же, вот у меня здесь белая гуашка. Давайте я ее прям разведу, чтобы она была жидкая-жидкая. Состояние такой жиденькой-жиденькой прям сметанки. И, смотрите, вот лишнюю краску мы сразу вытираем, да. У нас краски не должно быть много. Мы макаем кончик. Убираем лишнюю отряпочку. И пробуем показать цвет. То есть, вот смотрите, вот здесь, например, на этой площадке мы покажем тонкие линии. Еще берем красочку. Давайте вот здесь вот покажем, проведем вниз. То есть, древко у нас всегда идет вперед. Чтобы у нас была ровная линия, тоненькая линия, древко идет вперед. И вот так вот не ставим. Все время идет под углом. Даже красочку еще надо развести. Она недостаточно жидкая. Посмотрите, видите, как-то полусухо получается. Вот такие вот световые участки. Это как один из элементов работы гуашьи. Видите, уже краски набираем много и немножко линия теряется. Вот так вот показываем воздушность. Посмотрите, горы у нас уже как-то интересно так заиграли. Попробуйте для себя это упражнение. Посмотрите, насколько хорошо у вас будет получаться тонкая линия. Не расстраивайтесь, если вначале она будет не совсем такой правильной, не совсем, допустим, ровной. В этом ничего страшного нет. Мы с вами учимся. Поэтому все у нас еще впереди. Ну что, я надеюсь, показала понятно, объяснила, как нам добиться тонкой линии и для чего важно правильно работать с кистью и разводить краски. Ну а я вам всего желаю доброго. До следующих встреч. До свидания.